Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Экзегец». С вами священник Стахико Латвин. И сегодня мы с вами по традиции разберем один-единственный стих, потому что порой даже в самых любимых наших притчах, в самых любимых местах Евангелия, которые описывают чудеса Спасителя, мы настолько восхищаемся полетом вот этого евангельского благовествования, что порой упускаем маленькие детали. А на деле спасения маленьких деталей, незначительных, нет. И надо нам порой остановиться, призадуматься, разобраться и пополнить свою духовную сокровищницу. Точно так же, как человек, который нашел россыпь алмазов в земле, он не то, что вот хватает какие-то алмазы, которые сверху лежат, но нет, роется и среди песчинок находит все до малейшего камушка и собирает тем самым свое богатство земное. Ну а мы сегодня все-таки поговорим о богатстве духовном. Это предисловие, оно вроде кажется общее. Нет, к сегодняшнему нашему стиху оно имеет самое непосредственное отношение, потому что сегодня вместе с вами хотелось бы открыть Евангелие от Луки 12 главу и прочитать 20 стих. «Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут от тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Человек, который даже, может, не очень-то и часто открывает, увы, и читает дома Евангелие, но просто регулярно хотя бы ходит в храм на воскресное богослужение, безусловно, узнает, каждый год читаются по воскресеньям самые важные евангельские чтения, такие, которые показывают принципиальную позицию Христа. И это, конечно, чтение, вспоминаем контекст, потому что выдранный из контекста стих ничего нам не даст. Это чтение притчи о безумном богаче. У богача родился урожай, жительницы не вмещают, он решает их ломать и говорит, «И душа, ешь, пей, веселись, покойся». Да, Господь ему вот как раз и отвечает тем стихом, который мы сейчас прочитали. И подводит евангелист Лука итог, да, вот что бывает с тем, кто не в Бога богатеет. А почему для нашего сегодняшнего внимания я выбрал именно этот стих? Потому что этот стих — это не слова безумца богача, это не подведение итогом евангелиста. Этот стих в чем-то центральном, потому что здесь прямая речь Бога, спасителя, создателя нашего и одновременно праведного судьи, грядущего судить мир. Поэтому мы отталкиваемся прежде всего вот в этих спасительных словах в притче, в этой притче и еще, конечно, вот сам действующее лицо Бога. Это уже для притчи некоторое необыкновенное явление, потому что обычно Бог представляется в притчах, как хозяин дома, как сиятель и как царь. А здесь Бог назван Богом. Мне кажется, все-таки, когда Господь вот такую притчу даже с использованием образа божественного говорит, причем он говорит тем своим зрителям, слушателям, которые не все его воспринимают как Бога. Да и даже апостолы еще не до конца себе в душе то, что у них уже отзываются, что, ой, наверное, это перед нами Бог. Да, кто-то воспринимает как пророка, кто-то думает, может, Илья пророк, может, Иоанн Притеча воскрес, может, это он сейчас перед ними. И даже апостолы думают, нет, это, наверное, точно Мессия. Ну вот никаких сомнений нет, но тем не менее даже иудеи, ожидая Мессию, не полностью могли допустить мысли, что этот Мессия будет не просто вот великий земной царь, а Бог, Сын Божий. И Христос таким образом, когда говорит о притче о Божественной, он заодно нам через этот стих открывает, что он Бог, что он действительно Бог, который не просто нам говорит, вот я Бог, а который описывает, как к Богу идти, и ты, зная, как к Богу идти, потихонечку и Бога узнаешь среди этих притч, среди этих поучений. И вот уже по прошествии многих притч ты наконец-то понимаешь, что действительно Бог перед тобой. Поэтому сам по себе вот уже появление Бога, как действующего лица в такой насказательной, притчной истории, это показывает нам, что истинное богопознание, оно, возможно, никогда ты взял и декларировал. В некоторых религиях ты там просто говоришь, ну вот Бог — это Бог, там у него там пророки такие-то, вот там есть и все, и ты вроде уже все знаешь в рамках этой религии Бог. Нет, в христианстве все значительно сложнее. Можно сказать, да, я христианин, да, я за Христом, да, я признаю Христос истинный Бог наш. Это те слова, которые священник говорит в конце каждой службы, подытоживает богослужение, прощаясь с верующими людьми, говорит, Христос истинный Бог наш, воскресение, воскресе из мертвых, в обычный день святые упоминаются этого дня. И вот здесь для нас все-таки очень важно, что ты можешь узнать Бога, если будешь идти по пути исполнения его евангельских заповедей, если будешь выводы из притч евангельских применять в своей жизни. И тогда Бог тебе обратится. Бог тебе обратится, и тебя вот не обязательно накажет, а тебя предупредит. Потому что тут же нету, следующий стих говорит, вот что бывает с теми, кто не в Бога богатеет. Однако в этой притче у нас не будет указания, что богач взял и вот умер. Потому что Господь, Он предупреждает. Вот как на электрическом распределительном щите будет значок молнии, и надпись «Не влезай, убьет». Иногда еще череп с костями. Но сейчас череп с костями больше с пиратским флагом ассоциируется, поэтому все-таки больше с молнией, вот, и даже мы с нашими такими полуязыческими представлениями о Боге, примитивными, тоже можем вспомнить мифы Древней Греции, вспомнить Зевса, который крал своих противников, молния посылая с вершины Олимпа. Так вот, Господь просто вот говорит «Не влезай, убьет». Однако, если ты остановишься, если ты покаешься, то ты выживешь. Как и человек, который прочитал надпись «Не влезай, убьет» и даже взялся за электрический щиток и даже открыл эту дверцу, но не стал копаться в этих проводах, не имея соответствующего оборудования, компетенции, которые имеет профессиональный электрик, то если он остановился, то он выживет. И точно так же здесь Господь говорит, богача предупреждает. Но и у этого богача всегда есть возможность услышать Господа, вот это его предупреждение, и остановиться. Это предупреждение нам, оно вот может самое строгое такое, но в принципе с ним надо обращаться, как и со всеми другими притчами, и все другие притчи воспринимать как это строгое предупреждение. Господь говорит «Вот делай так, и ты наследуешь Царствие Небесное». А так точно не стоит делать, потому что ты мимо пройдешь, ты пропустишь. Так вот, богач, он назван здесь безумный. Если мы вспомним, мы откроем Псалтирь, да, то вспомним там слова «Рече безумен сердце своем, несть Бог». Безумный, говорит, отрицает, что само существование Бог. И здесь вот верующий человек, который не исполняет заповеди Божии, или исполняет их частично, в котором нет любви об лишнем, он уподобляется человеку, который Бога не знает, не стремится. А потом ты приходишь на Страшницу, ты говоришь «Господи, я же верующий был». Вспомним притчу о Страшном Суде, а Господь говорит «Я не знаю тебя». И точно так же порой верующий человек, который не исполняет Христовы заповеди, он спускается на один уровень, человек, который к Богу не хочет, не идет, который вообще по пути спасения не шел. И все твои молитвы, посты, какие-то там усилия над собой, они теряют сразу весь смысл, потому что ты от Господа в этом отделился. Господь, как через царая порока Давица, обращается к неверующему человеку, говорит «Безумный», в сердце своем сказал «Нет Бога», так и здесь он говорит «Безумный». И вот как раз Господь, это не оскорбление, он не говорит это с оскорблением, это он говорит, естественно, с болью, сердцем, с ожелением. Говорит «Ты же такой вроде должен быть умный, ты богатство добился, ты урожай собрал, ты должен же своим умом шире, у тебя же стратегическое мышление должно быть, что же ты на такую тактическую цель пустяково отвлекаешься, там какие-то жительницы делаешь». И Господь при этом говорит «Кому достанется то, что ты заготовишь, когда душу твою возьмут?» Ну тут всегда можно сказать «Нет, ну вот богатый человек, дети, наследники, вот они возьмут и будет какое-то там предприятие, бизнес-империя строится, да, там в десятом поколении, там банкиры, олигархи какие-то, и наоборот дети будут лучше жить, вот для детей ничего не жалко». Однако по сути и детям-то такой человек ничего не оставляет. Он не оставляет им ничего такого, что им поможет, когда их душу тоже в свою очередь возьмет. То есть по сути он оставляет детям свои проблемы, проблемы, отделяющие детей от спасения. Поэтому наше самое лучшее наследие будет, это, конечно, то, что нам Господь посылает, с ближними делиться. И самое лучшее, что вот мы порой, как нас сатана обманывает и говорит «Нет, это не для тебя, вот ты, наоборот, трудишь во всем себе, отказываешь для того, чтобы дети были лучше. Ты вот действительно, может, и кому бы помог бы ближнему, но нет, ты лучше детям купи какие-то новые вещи, оплати учебу, кружки, там на море их свози. Не думай, не думай ни о чем, ты же думай об этом. И чиновник, он там может, например, из бюджета воровать, и человек в бизнесе там может обманывать партнеров, клиентов. Как раз ради того, что вот это я все не для себя, это я для детей делаю. А наоборот, ты детей, собственно, в таком случае глубинным адским подталкиваешь. Тут, конечно, можно радостно собраться у экрана на канале YouTube и поосуждать вот там и богатые, и бизнесмены, и чиновники. Но нет, притча Господа обращена к каждому из нас, потому что тут богатство, тут не важен объем ни денежных знаков, ни там объем урожая пшеницы собранного. Любой человек, он должен, если что-то Господь ему послал и смотрит, как человек-то воспользуется этим, с пользой для души или с вредом, то тоже, конечно, заботиться и помогать, и не только себя, себя набивать, в том числе, думая, ой, что я там детям-то оставлю. И более того, и следующий вот этот шаг тоже, какой истинный наследие. Потому что Господь нам посылает необязательно блага в материальном плане. Потому что ты берешь, и тебе, в принципе, Господь может очень послал стесненные материальные условия. Но у тебя есть счастье, у тебя есть там, например, большая семья, много детей, которым ты там не можешь какие-то богатства свои передать и оставить, а так уж лишь накормить, напоить. Но вот эта радость дает, ты там с детьми идешь, катаешься на санках, вот, а другой человек, он только и зашивается, и свои там миллионы какие-то зарабатывает, и счастья у него при этом нет. И вот и мы, мы люди, которые укреплены некоторым божественным промыслом через радости, более тонкие, которые радуют нашу душу. И прежде всего, эта радость дает, и вот я привел примеры какие-то семейные, более понятные. Но нет, главное, радость в богообщении. Любой верующий человек, он уже получил богатство от общения с Христом. Человек открывает Евангелие, читает он этих богатств больше, получается. Господь берет, зовет, примите, идите сей с телом, и человек приходит, причащается, и в душе его такие неисчислимые духовные богатства, которых человек сам не достоин, потому что сам Господь к нему пришел, царь мира, владыка вселенной. И ты должен потом пойти, их получив, и этим не держать себе. Ой, я православный, я вот причатился, я сейчас обратно в свою эту меру занырну. А нет, ты приходишь на следующий день после причастия на работу, и вокруг сплетни, вокруг раздора, кто-то кого-то подсиживает. И ты не замыкаешь это все себе, а наоборот, ты это все раздаешь. Раздаешь, берешь сплетнику, говоришь, да не взбодрись, не все так плохо. Там кто раздор, стараешься помирить. Гадость какую-то получил, не гадостью отвечаешь, а тоже стараешься эту ситуацию остановить, не закручивать ее в какую-то вражду. То есть берешь и стараешься богатить Бога, потому что чем ты больше даешь, тем тебе Бог больше посылает. И если это даже не настолько действует в наших материальных вещах, кажется, ой, я там нищим-то побольше подал на операцию, ребеночку перевел к какому-то, чего ж мне Господь прибавку к зарплате не дал. Нет, в материальном мире всегда будут сбои. А вот в мире духовном этот закон действует точно. Если ты поделился своей любовью, заботой, если ты поделился тем, чем тебя Христос укрепил через Таинство Церкви, то Господь обязательно тебе и радость, и уверенность, и терпение при перенесении каких-то, увы, необходимых искушений вниз пошлет, вознаградит тебя и скажет, вот это самое лучшее наследие, сохраняй его в своей душе, делись со всеми близкими, передавай своим детям. Субтитры создавал DimaTorzok